Новый сезон, новые активности, новый рейд, новый, 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 как ни странно, но наконец-то мы дождались действительно значимых изменений и нововведений. Так что в ближайшие несколько недель, месяцев мы с вами вместе разберем все квесты, секреты и предметы, которые появились в игре со стартом сезона Изобилия. И начнем мы прямо сегодня с главной ПВЕ активности с рейда Корона Скорби. Так что да, добро пожаловать на канал Трипл Вайп, меня зовут Джонни Лейни и это долгожданные гайдики по рейдам в Дестни 2, как же нам их не хватало, полгода ждали. Итак, Корона Скорби, рейд на Левиафане, но не против Кабал, рейд, который стал доступен в первый же день сезона. Заранее предупреждаю рейду только два дня, тактика прохождения может измениться через неделю или через месяц, но пока ниже изложенный материал наиболее актуален. Давайте для начала разберем краткие требования для того, чтобы отправиться на рейд. Во-первых, команда. Вы должны понимать, что рейд это испытание для сыгранной группы. Редко когда игроки, едва знакомые друг с другом, могут вот так взять и закрыть рейдосик, тем более новый, который еще не обкатан большинством игроков. Так что заручитесь поддержкой товарищей и сокланов, если вас недостаточно, доберите народ с дискорда или форумов, посмотрите этот гайд, чтобы все знали, что делать, и тогда отправляйтесь за сокровищами императора. Во-вторых, важен уровень силы. На первый этап, на который мы собрались в этом видео, достаточно будет 700-710 единиц силы. В любом случае, легкой прогулки вам никто не обещает, но если вы будете ниже этих цифр, то выживать будет невероятно сложно. Какие классы нужно обязательно иметь в команде? У нас было 2 варлока, 3 охотника и 1 титан, но варлоков лучше иметь больше, 2 это минимум, 3 самый оптимальный вариант. Охотники с сапогами орфея тоже нужны, хотя бы 2 штуки. Вам нужно будет останавливать множество мобов и создавать как можно больше сфер света для варлоков с расколом, так что без этого никак. Варлокам следует надеть экзотическую грудь протокол феникса, это прям тоже обязательно. Из оружия, снайперская винтовка в первый слот, винтовка разведчика или импульсная винтовка во второй и усыпляющий симулянт в третий. Это мой ладаут на эту стадию. Кто-то берет тут дробовик вместо снайперки, кто-то бегает с пауком-отшельником, а в третий слот выбирают пулеметы или ракетницы. Но этот мой набор оказался оптимальным. Дробовик вынуждал выходить в гущу мобов, которые тут очень больно бьют, а снайперка позволяет уничтожать нужных врагов на расстоянии. Ракетницы или пулеметы не всегда давали достаточный урон пожирным мобам, а симулянт с этим справлялся на ура. Опять же важно понимать, что это первая неделя рейда. Первые эксперименты и тактики, и наборы снаряжения тоже будут меняться и подбираться игроками еще какое-то время. Но пока вот так. Все, подготовительные работы проведены. Теперь разбираем саму тактику и действия игроков. Но прежде спонсор этого видео. Если рейд для вас непосильная задача, если новые потрясающие пушки очень хочется, а сезонная снайперка сгорнила вам только снится, то вам поможет сервис двинг.нет. Там опытные игроки окажут вам услугу по прокачке, прохождению любой активности и выполнению любого квеста. Не забудь использовать промокод ТриплВайп, чтобы не только время сэкономить, а еще и деньги. 15% скидон. Ссылка, разумеется, в описании. А теперь, назад на Левиафан. Большой зал, визуально разделенный на три стороны. Кто-то делит команду на три пары, кто-то на 4-2. Мы играли иначе. Давайте сначала объясню коротко, что нужно будет делать. Нужно будет уничтожать мобов, учитывая их сопротивляемость специальному бафу. Некоторых противников можно убить только при наличии на вас специального благословения ведьмы. Других, наоборот, только без него. Также нужно будет ломать кристаллы, которые будут появляться по три штуки после каждой волны противников. На старте этапа вам нужно разделиться на две тройки. Первая тройка игроков будет брать баф. Вторая бежит на центр чистить мобов и ставить кладези света. Стоять им следует на постаменте у статуи кабала. Правая, левая, неважно. Для чего делятся на тройки? Как я уже сказал, не всех мобов можно убивать без бафа. Игроки без благословения смогут наносить урон только мелким противникам. Рыцарей может бить только игрок с бафом. А значит, на начале стадии, когда троица придет к подножию статуи, им следует расчистить центр от мелких тралей и околитов. Затем появятся мобы на разных сторонах, которые тоже будут делиться по типу сопротивляемости. Но о них чуть позже. Трое игроков с бафами. Что делают они? Показываю. В начале зала стоят два рыцаря, около зеленого ритуального круга. Встав на круг, вы подберете баф и активируете стадию. Тут важно то, что вставать на эту лужу следует всем трем игрокам одновременно. Иначе баф не распределится правильно и этап будет провален. Тогда вам придется кричать заветный вайп. Итак, что мы уже знаем и делаем. Трое берут синхронно баф в зеленом кругу, убивают двух рыцарей рядом и бегут к остальным на центр. Делать это нужно максимально быстро, поскольку баф держится одну минуту. Баф закончился, вы умираете. После бафнутые игроки должны забрать по одному рыцарю с центра, одного слева, одного справа и одного около камня. Убегать далеко от камня строго противопоказано, потому я и посоветовал в основной ваш ладаут на этап дальнобойное оружие подходить к врагам чревато. Кроме расчистки рыцарей будет дополнительная задача разбивать кристаллы. Они появляются в разных углах зала. Вот примерно их расположение на карте, которую мы нарисовали. Появляются они по три штуки, как я и говорил. Один слева, на одном из спотов, один по центру и один справа. Ломать их нужно как можно оперативнее, иначе все погибнут. Как лучше это делать? Поручить это двум игрокам. Одному с бафом и одному без бафа. Кристаллы ломаются именно так, нужно чтобы и игрок с благословением, и игрок без него стреляли по нему одновременно. Так что пока большинство игроков разбираются с мобами и рыцарями, пара тех, кто взял на себя роль ломать кристаллы, ломают кристаллы. Иногда найти их непросто, в таком случае нужно чтобы остальные игроки помогали и либо развивали эти кристаллы, либо хоть инфу давали о том, где они видят эти кристаллы. Итак, зачистили мобов и рыцарей, и тут даем команду всем игрокам. Бежать к камню! Камень это вот этот шар в центре. Он играет ключевую роль. Он также очень хрупкий, и вы можете сломать его в неподходящий момент, так что гранаты к нему не кидайте, и из мощного оружия в его сторону тоже не стреляйте. Для чего он так важен? Камень обновляет баф, а точнее перекидывает его на других игроков. Для того, чтобы это сработало правильно, абсолютно все игроки должны стоять вплотную к камню и стрелять в него по команде. Если все ок, то игроки, которые брали правый баф из зеленой лужи, останутся без него, а игроки, что бежали в начале к центру, наоборот получат благословение. После этого обмена вам нужно будет взобраться обратно к статуе, под которой всегда должен быть раскол варлока. Это тоже обязательный момент, без раскола вам будет нелегко, вернее даже невозможно. Теперь все то же самое, игроки без бафа чистят мелких мобов, игроки с бафом убивают рыцарей. Но на рыцарей не жалейте тяжелых боеприпасов, не жалейте на них вообще ничего, их должно быть как можно меньше. Плюс ко всему, наверху слева и справа будут сидеть снайпера, они тоже непростые, и вам нужно будет проверять, можете вы их дамажить или нет. То есть иногда правые снайпера убиваются только с бафом, иногда левые снайпера убиваются только с бафом. За ними тоже нужно внимательно следить, приклядывать всем игрокам, а то вас они будут очень нормально так дамажить. Самое главное, вовремя собирайтесь у камня, без опозданий и перекидывайте баф. Чаще всего мы перекидывали бафы, когда на таймере оставалось 15-20 секунд, но иногда лучше перекинуть быстрее заранее, чтобы не опоздать с уничтожением кристаллов. Так что иногда придется действовать по ситуации. После третьей волны мобов появляются огры, на них сразу нужно обрушить всю мощь вашего оружия. Хэви, снайперки, симулянт, тут зайдет все прям на ура, делайте все, чтобы убить их как можно быстрее, секунд за 10 примерно. После сразу камню менять баф. После волны с ограми прозвучит звуковой сигнал, означающий завершение первого круга. Всего таких кругов будет 4, после чего рейд откроет вам свои двери. Итак, еще раз тезисы, которые стоит помнить. Раскол варлоков должен быть всегда, грамотно чередуйте их. Следите за таймером бафа и вовремя подбегайте к камню всей командой для его обновления. Не пропускайте кристаллы. Если игроки, отвечающие за них, не могут найти какой-то из них, помогите им. Не жалейте патронов на рыцарей и огров. Никуда не уходите из раскола без команды. Не кидайте гранаты и не ультите, не стреляйте в сторону камня, это может его разрушить. Если вы все сделаете с должным уровнем внимательности, то этот этап покажется вам очень простым. Поверьте, так и есть, просто когда пытаешься это вот так вот по видео заучить, сперва кажется, что инфы дофига. Но я вас верю, посмотрите еще разок видео, чтобы точно все запомнить. Спасибо за просмотр, лучше вот даже прямо на рейд залетите, побегайте по локации и смотрите параллельно видео, чтобы понимать о чем речь. И пробуйте, я на этом прощаюсь. Сегодня вечером будет важный анонс от разработчиков, и я расскажу о нем в следующем видео. Так что подпишись на канал, чтобы не пропустить эти новости и разбор следующих этапов рейда, конечно же. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...